Привет, друзья! В прошлом выпуске моего журнала я освещал события, музыкальные события в нашей стране в 1976 году. И вот давайте представим, что наступил 1977 год. К этому времени на Западе появилось огромное количество рок-групп. Это и Sex Pistols, и Kiss, и Eagles со своей песней «Отель Крифорния». Кстати, эта песня получила приз Грэмми в том же 1977 году. И лучшие песни года, если я вам буду называть их и перечислять, ссылаясь на данные из Википедии, никто из вас и не вспомнит. Их огромное количество. Ну а исполнителями этих песен были, ну, Fleetwood Mac, Sex Pistols, группа Queen, Pink Floyd, Kiss. К этому времени значительно поднялся рейтинг итальянского певца Адриана Челентано. Словом, огромная музыкальная волна, но настоящая цунами, которая приближалась к нам с западной стороны, от которой наша страна надежно была защищена непробиваемой мощной стеной под названием цензура. И поэтому я решил сейчас перейти к следующему году, к 1978. 1978 год был знаменателен тем, что в августе проводился международный фестиваль в Соподе, в Польше, который назывался «Интервидение 78». И наша певица Алла Пугачева одержала блестящую победу с песней «Все могут короли» композитора Бориса Рычкова на стихи Леонида Дербенева. А приз, который она получила в качестве награды, назывался «Янтарный соловей». А уже в конце года в нашу страну приехала никому еще неизвестная группа, которая называлась «Бонни М». Было это в декабре 1978 года. И представьте себе, тут я ну никак не могу удержаться от своих размышлений. Все дело в том, что как раз конец 70-х годов стал таким неким рубежом, ну, изменения стиля, я бы сказал. В музыку пришла наука под названием электронника. Разумеется, она пришла уже давно с появлением звукозаписывающей аппаратуры, усилителей звука, электроинструментов музыкальных, ну, сами знаете прекрасно, электрогитара, бас-гитара, клавишные. Но я-то имею в виду совершенно другое. Я имею в виду появление сэмплированного звука, то есть звука, который ученые научились превращать в сэмпл, в цифровое перевоплощение. С появлением первых компьютеров стало появляться огромное количество программ, специально написанных для этого, в том числе и музыкальных. Только все это еще в то время проходило в лабораториях в научных, и доступа к широким массам населения не имело. Ну вот, к примеру, представьте себе ударную установку барабаны, да, и как на ней играют. Обязательно нужны палочки там или щетки. И теперь представьте, что звучание каждого барабана или тарелок записали отдельно, но не на магнитофонную пленку, как это делалось раньше, а в цифровой, так называемый, сэмпл. И привязали этот звук к специальной программе. Образно говоря, у каждого барабана своя кнопка. И вы управляете этим процессом при помощи этой программы. Вот так появились электронные барабаны, электронные басы, гитары и вообще миллионы разных инструментов и звуков, сэмплов. Сэмпл – это электровирус, электронный вирус, который, ну, начал создавать сам себя, если так можно сказать, и смешиваться с другими сэмплами. И появились еще новые, более интересные звуки. Появилась новая эра в музыкальном звучании, электронная музыка. И конец 70-х годов – это появление множества студийных групп, таких как Бонни М, Мюнхен Машин и так далее. Забегая вперед, скажу, что в 1980 году в Москве проводилась Олимпиада 80, Всемирная Олимпиада. И немцы привезли в Москву дискотеку, огромный танцевальный зал. И вот эта вот новая культура, музыка от кнопки, я ее называю, по-другому фанера, то есть фонограммная музыка, караоке, а порой имитация пения под собственный заранее записанный голос. Все это до сих пор живет и процветает в музыкальной индустрии, в том числе и у нас в стране. Дискотека – это совершенно новая культура, массовая культура, молодежная культура. Разумеется, как мне кажется, мировая профессиональная музыка когда-то все-таки должна полностью отойти, отстраниться от такого прогресса. А может быть, я и ошибаюсь, может быть и нет. Никому это неизвестно. Мы живем совсем в другое время, когда наука и технологии позволили уже клонировать органы человека. И что дальше? Дальше неизвестно даже небесам. Человеческий разум без границ. А может, пора остановиться и вернуться в прошлое. Кстати, ну не совсем в прошлое. Ведь полезнее было бы учить детей по книжкам, читать книги, как это делали мы. Ну согласитесь, ведь сегодня наши школьники и подростки своими знаниями далеко не блещут. А зачем знания-то? Достал телефон, понажимал на кнопки – вот тебе и все знания. Установил аппаратуру в танцевальном зале, нажал на кнопку – вот вам и музыка. Развлекайтесь. Зачем нам нужен ансамбль, оркестр? Да и хозяину денег много платить не надо. Все очень просто. Так что, как я думаю, хорошо бы играть музыку, так как это делали в просвещенной Европе во времена Баха, Гайдена, Моцарта, Бетховена. Кстати, классическая музыка, слава богу, это величайшее культурное наследие, сохранилось до сих пор еще. К счастью, и Рим, и Флоренция, и Париж, и Брюссель сохранили неповторимые памятники архитектуры. И к чему я это все говорю, спросите вы? А говорю я это потому, что озабочен тем, что где-то до сих пор идет настоящая война. Убивают людей, бомбят дома, погибают сотни стариков и детей. А мы и внимания на это никакого не обращаем. Конечно, причин много, из-за которых происходят войны. Но главная причина – это отсутствие нравственности. Какими качествами обладает тот человек, который все это начинает? Такой человек – недоучка, агрессивный зверь, жажда мщения, а не созидания, желание выделиться среди остальных, показать себя великим. И все-таки главный способ борьбы со всем этим злом – это искусство. Искусство сближает народы, нации, сближает людей, раскрывает величайшие их способности. Такие люди никогда между собой воевать не будут. Поэтому я со всей откровенностью хочу напомнить молодым людям, молодым музыкантам, молодым всем тем, которые хотят страстно прикоснуться к искусству. Смотрите, не обожгитесь, ребята, у богини искусства Мельпомены в руках меч. Так выглядит ее скульптура Греции. Это ее главный символ. За высокое искусство надо драться. Ну вот и все на этом. Разрешите, я откланяюсь. Я надеюсь, что мы через неделю опять встретимся регулярно. Вы знаете, что мой журнал регулярно, еженедельно выходит по пятницам, в конце недели. Поэтому приглашаю всех вас. Подписывайтесь на моей странице в Ютубе, на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Помогайте развивать это хорошее дело. Спасибо. Увидимся. Пока.